Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Раиль Ляцланов и добро пожаловать в Хижину Музыканта! Сегодня разберём очень-очень популярную в данный момент песню группы Ленинград «Экспонат». Видели ли вы мой кавер? Не знаю, вот вам ссылочка. Но всё равно, традиционно, перед началом разбора песни, я исполняю эту самую песню, которую буду разбирать. Поэтому давайте послушаем, как она звучит в моём исполнении. Водил меня Серёга на выставку в ангога. Там было тёлок много и нервы, как она. Но я не недотрога дала панель с порога. На выставке в ангога я главный экспонат. На лабутенах, нах, и восхитительных штанах. На лабутенах, нах, и восхитительных штанах. В штанах В штанах Мы с Генкой и Маринкой ходили в Маринку Послушаем чистую глинку, в артер туда-сюда Там сразу без заминки, в артере в Маринке Всем поняли, блондинки, я прямо и звезда На лабутенах, на, и восхитительных штанах 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 Води меня, Серёга, на выставку Ван Гога Там было тёлок много и нервы, как она Но я не недотрога, да лава нет порога На выставке Ван Гога я главный экспонат На лабутенах, на хпиво в сфитительных штанах 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 Вот таким образом звучит песня. Как видите, здесь понадобавил всяких фишек гитарных, которых нет в оригинале, и все эти фишки мы сегодня с вами научимся играть. Давайте приступим. В песне не так уж и мало аккордов, ребята. Давайте посмотрим куплетные и проигрышные аккорды. Аккорд БМ на втором ладу, нижняя посадочка. Дальше идет аккорд Джи, также при помощи баре на третьем ладу, верхняя посадка. Аккорд в форме Е. Вот Е перемещаете. Ровно через два промежутка, то есть через лад или два полтона, будет аккорд А. Ля мажор. Просто от Джи перемещаетесь, не убирая никуда пальцы. Будет А. И следующий аккорд это Ф диез мажор. Ф решетка пишется. На втором ладу верхняя посадка. То есть вот эти три аккорды, их легко брать, потому что постановку менять совсем не нужно. Вот это и прелесть гитары. То, что по грифу можно повышать ноты, аккорды и при этом не менять постановку руки. Вот шаблон не меняем. Джи берем таким же образом. А берем и Ф решеточка. Вступление. У нас в песне по сути отсутствует, но первая строчка из первого куплета как бы является неким вступлением. Как это вступление звучит? Таким образом, по сути можно дергать любой бас после основного. Я дергаю основной бас, потом ниже стоящий, четвертый, потом три струны снизу вместе. Первый, второй, третий. То есть пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Это на аккорде Б, Н. Дальше аккорд Джи. Дергаю основной бас. Это шестую струну значится. Потом четвертую. И опять-таки первую, вторую, третью струну вместе. Аккорд А. Дергаю шестую, четвертую, первую, вторую, третью вместе. Аккорд Ф, Диес. Шестую, четвертую, первую, вторую, третью вместе. Очень просто. Одинаково все. И еще раз пробую. И поете. Кстати, песню очень легкую в плане вокала, поэтому любой сможете петь. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. На Ф, Диес. Аккорде даже не нужно играть наш перебор, а просто проводим все струны по всем струнам вниз. Это было типа вступление, и потом уже чуть-чуть прибавляем темп. Это было растяжно, как русская народная песня. Еще раз попробую. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. На аккорде А чуть-чуть задержаться и провести на аккорде Ф, Диес. Дальше уже чуть-чуть прибавляем темп. То есть... Там было телок много, и нервы как канат. Но я не недодрога дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат. Вот. Ну, впрочем, легко. Но сам Сергей играет не перебором, а скорее такими ударами, как я заметил. То же самое. Бас просто вниз-вверх. И после какого-то звучания, удара вверх, струн, нужно расслабить пальцы. Тут расслабить, и все будет отлично. Бас вниз-вверх. Бас вниз-вверх. Чтобы коротко звучало. Там было телок много, и нервы как канат. Но я не недодрога дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат. Также на аккорде Ф-Диэс проводим по всем струнам вниз. Дальше ждем паузу, и, соответственно, начинаем петь припев. Посмотрим припев. Его я играл вот таким веселым способом. Во всяких мультих встречается такой ритм. По сути, это бой-марш называется, когда мы играем бас и аккорд всего лишь. Будете знать. Но его в темпе играть чуть сложнее. Но если постараетесь, все получится. Тут в припеве такие вот аккорды. Аккорд Д. Аккорд А. Аккорд Е-М. И аккорд G. Волшебные аккорды. И совсем как будто бы в другой тональности. Но я, чтобы играть таким боем, чтобы можно было расслабить пальцы левой руки, и чтобы коротко получить звучание аккорда, играю при помощи барре. Аккорд Д играю на пятом ладу, средней посадкой, формой А. Аккорд А играю над. Аккордом Д, формой Е-Аккорд А. Аккорд Д-М играю на седьмом ладу, нижняя посадка. И аккорд G на третьем ладу, который мы уже проходили. И бой-марш пошел. Как его играть? Дергаем бас на аккорде Д. Три нижние. И расслабляем левую руку. Не нужно целиком все отпускать. Но нужно просто расслабить, чтобы струны вообще без звучания остались. Играем бас основной. Пятый. Пятую струну дергаем на аккорде Д. Потом четвертую. И меняем аккорд на А. Дергаем шестую. Пятую. Аккорд Е-М. Дергаем пятую. Четвертую. Аккорд G. Дергаем шестую. Дергаем пятую. И все, песня рождается. Рождается припев. И, конечно же, чуть-чуть нужно будет натренироваться, чтобы научиться сменять их быстро. Но сложности, я думаю, в этом нет. Тут вот то, что не меняется стопроцентно, это указательный палец. Он везде остается одинаковым. Вам нужно только А менять на Е форму, потом на АМ форму менять с аккордом Е-М и на аккорд G переходить на форму Е. Почему я дергаю разные басы? Потому что аккорды формы Е, это А, G, F, D, S, они играют с шестой струной, потому что довольно высоко располагаются наши вот эти пальцы. Вот Е-М формы АМ аккорд. Очень низко располагается, поэтому дергаем пятую струну. И то же самое касается аккордов D, C, потому что средняя посадка, и дергаем пятую струну. Вот и все, и пробуем петь. На лабутенах, нах, и восхитительных штанах. 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 Дальше берем аккорд F, D, S, чтобы на нем сделать подготовку к припеву. То есть возвращаемся в основной тональ, для этого аккорд F, D, S, нам нужен. Делаем такие удары. Что я делаю? Удары. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх. На два блока разделим. Первый блок. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Второй блок. Вниз, вверх. То есть два раза мы делаем вниз, вверх, вниз, вверх. Потом один удар вниз. И потом вниз, вверх еще делаем. После удара вверх, последнему мы расслабляем пальцы, чтобы коротко прозвучало. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. И пошел проигрыш. Что в проигрыше нужно играть? В проигрыше идут такие же аккорды, как и в куплете. Аккорд B, M, G, A, F, D, S. Ну, в проигрыше можно играть B, M, G и так, таким образом, A и F, D, S. Бой у первого гитариста будет такой. Да-да-да, исполняем моим клубным боем. Сто раз уже о нем говорил, но песня новая, поэтому и посмотрим бой. Делаю удар вниз на аккорде B, M. Вниз, вверх, хлопок. Первый удар подольше. Вниз, вверх, хлопок. Вниз, вверх, хлопок. Потом аккорд G. Вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вверх, хлопок. Еще раз. Хлопок же умеем делать Выпускаем все пальцы И блокируем струны местом правой руки Корд БМ Вниз, вверх хлопок Вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок Вверх, вниз, вверх Заметили второй удар Главный, вниз На аккорде G делаем резче То есть не ждем Еще раз И то же самое повторяем на аккорде A С F-D-S аккордом Вниз, вверх, хлопок Вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок Вверх, вниз, вверх Вниз, вверх, хлопок Вниз, вверх, вниз, вверх Лопок, вверх, вниз, вверх Когда научитесь играть быстро Это будет великолепно звучать Можете играть даже указательным пальцем Чтобы эти удары Вниз, вверх, быстро делать И все, думаю, получится Сейчас посмотрим во время проигрыша Что у нас играет каждый раз Вторая гитара Все, что должно случиться Все знаю Все знаю